В ходе дыхания в каждой клетке накапливается СО2. Отлично. СО2 это газ, который очень хорошо растворим в воде, а плюс к этому вступает в химическую реакцию с водой. Вот так. Что получается? Получается в воду. Ах, два СО3. Ах, два СО3. А что это? А давайте смотреть, углерод это металл или не металл? То есть он крайне левый или крайне правый, он в середине. Отлично. Но уж никак к металлу не относится. Если мы соединение не металла с кислородом смешиваем с водой. Допустим, не металл сера и вода. В этом случае что мы получим? Ах, два СО3. Ах, два СО3. Ну а потом Ах, два СО4. Дреконезная кислота. Вот это угольная кислота. Угольная кислота. Так что, если в вашем теле накапливается очень много углекислого газа, pH остается постоянным или меняется? Меняется. А как реагируют белки на изменения pH? Конечно, меняются. Они изменятся. Ну, хорошо. У нас не убьют клетку. Хорошо. А теперь у нас вот эти белки были все в рабочем состоянии. А прежде я же взял и поменялся. В какое состояние они перейдут? Нерабочие. Нерабочие. Что с прежде? Умирали. Умерла. Вот теперь понятно, почему избыток углекислого газа – это опасный термин? А воду оставляют. А воду у клетки у себя оставляют. Или тоже у вас остаются? Что именно? Воду. 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 Воду и дело остается достаточно хитро. На самом деле у клетки, то есть, наружно, не металлическая газа, а биомембрана. Она, кстати, вспоминает. А вообще-то без свой вкус клетит, но он в обоих задерживает или нет? Нет. То есть, если в клетке избыток воды образовался, то что с ней произойдет? Она уйдет. Она просто свободно уйдет, и все, никаких проблем. И теперь понятно? Потому что избыток воды – это вещь почти невозможная. А это значит, смотрите, мембрана каким-то хитрым образом должна уметь регулировать прохождение веществ внутрь клетки и точно так же строго определенные вещества наружно. То, что мы пока с вами знаем пассивный транспорт, который идет за счет диффузии, такими свойствами просто не обладают. Ну, потому что может и пассивный транспорт менять направление. То наружно, то нет, он всегда в одну сторону работает. Какую? Зону меньше концентрации вещества. Управлять уменьшим. Диффузия она есть. Это легко по другим способам вытаскивается. Вот это уже будет задача белков. И называлась будет вторая группа задач – транспортная функция. Транспортная функция. Именно белки обеспечивают активный мембранный транспорт. Именно белки, встроенные в мембрану, определяют, какие вещества пройдут в клетку, а какие вещества в клетке вырастут. Вторая группа функций – транспортная функция белков. Разбираемся. Напоминаю, что в мембране состоится с фосфолипидным бислоем. Молекулку фосфолипидов стоят вот так вот. Головы в воде. А хвосты – друг к другу. Именно так построена основа любой вены в мембране. Но дело в том, что местами в эту основу вставлены вот такие гиганты. Белковая налетка. А дальше опять. Фосфолипидная. Она побольше, чем выставили. О, еще. Помните, из скольких аминокислот среди долга стоит? Долга, как видимо. Длина среднего долга. Порядка 200 аминокислот. Аминокислота сама по себе не маленькая молекула. Так что белки – это гигантские молекулы. А есть ли молекулы больше? Есть. ДНК. ДНК – чудовищная молекула. Дин на одной молекула больше миллиметра. Миллиметр на одну молекулу? Да. Или молекулы гигантские? Да. Просто гигантская. Супер гигантская. Поэтому такую молекулу называют макромолекулу. Ну, для сравнения. Какова молекулярная масса воды? Молекулярная масса воды? Мы их считаем не только раз. 18. 18. 18. Отлично. Молекулярная масса ДНК – 36 миллионов. А, я не знаю. А в миллиграммах ее можно посчитать? Ну, вот, говоря ДНК… В миллиграммах, пожалуй, нельзя, все-таки великоватая единица. А в гаммах… Гамма – это доля от миллиграмм. Там, в следующем месте порядка. Гамма… Сколько? Вот. У разных существ ДНК разной длины и, соответственно, разной массы. Молекулы ДНК что может даже без мистерского, через Луку разглядеть, разу нее один миллиметр? Через Луку… Ребят, хорошо, представьте себе канат, который натянут от Москвы до Ленинграда. Представляете себе такой канат? Ага, отлично. Длина его 800 километров. Так, значит ли это, что с Луны вы сможете увидеть этот канат? Нет. Расстояние от Москвы до Ленинграда с Луны вы увидите. А вот толщину этого каната вы увидите? Нет. Не увидите. Увидите ли вы через звук у малекулы ДНК? Нет. Ничего вы не увидите. А через метр на стол? Конечно, ничего не увидите. Продолжаю. Те данные, кстати, которые я в формате ДНК дал, касаются бактериальной ДНК. Оно же еще крупнее. Да, кстати, неверно. Я же вам тогда полную систему дам. Так, вот как. Вот такая концепция. Кусок мембраны берем. И в нем болтаются две духовые молекулы. Ну и первый вопрос, прежде чем будем разбираться с их строением и работой. Первый вопрос. Слов какой. Вообще это молекулярное движение можно остановить? Нет. Не, нельзя. Вопрос так. Почему эта молекула сидит в мембране? Почему она не улетает? Она зажата? Ведь она обязана подчиняться законам температурного движения и случайному образом куда-нибудь взять ее. А может она зажата? Зажата чем? Солипиды, да? Так. Опять же. Ребята, вам всегда очень мешают представления из макро-мира. Так, из мира большого тела, да? Значит, это в макро-мире можно взять там, я не знаю, Петя и Вася зажали Диму в углу. И Дима там дрыгается, дрыгается, а никуда вылезти не может. С молекулами так сложнее. Зажать молекулы не могут. Они что могут сделать? Притянуть или оттолкнуть? За счет чего? За счет местных зарядов. Вытягивают? Кто, кого и как? Посполипиды берут. Через год. Ваша идея очень хорошая, Володя. Так давайте мы с вами внимательно вспомним свой способ косовлипидов. Головы у косовлипидов гидрофильные или гидрофильные? Гидрофильные. Гидрофильные. Да? То есть они присягивают. А класты? Нет, гидрофильные. Ага, отлично. Состав белка. Сколько разных аминных слов можете сказать? Более двух слов. Это в длину. Это в длину. Я спрашиваю. Разных типов аминных? Двадцать. Двадцать. Отлично. Среди этих двух стек разных радикалов. Есть гидрофильные радикалы? Да. Есть. А гидрофобные? Тоже. Отлично. Как надо составить вот этот кубок? Потому что на самом деле этот кубок. На самом деле здесь как-то болтат идет структура. Как надо его составить, чтобы он навсегда завяз в мембране? Сделать его гидрофильные? Да. Где? Подойдите к доске и покажите. Где из этой молекулы должны торчать гидрофильные радикалы, а где гидрофобные? Словой прошу. Держите красный мелк. Отметьте, где должны в этой молекуле находиться гидрофобные радикалы. Здесь? Если гидрофобные вот здесь, вокруг вода, по определению гидрофобности вода с ними не взаимодействует. Знаете, молекулы воды врезала, сейчас вскочила. Молекула белка вот так получилось. И что будет уехать? Ее пнули, а она уехала. Так что здесь-то как раз? Я покажу здесь. А, опять другое дело. Тогда и надо было взять красный мелк. Вот этот участок, чтобы штриховать. То есть, если в этом районе из молекулы белка торчат гидрофобные радикалы, они вполне нормально взаимодействуют с гидрофобными хвостами, то что их идут, и всем хорошо. А вот в этом районе какие радикалы будут стоять? А здесь гидрофобные. А здесь гидрофобные. Они нормально взаимодействуют с водой. В результате, в результате точно такая же история, как с каждым косклипидом. Если при температурном движении эта молекулу слегка высунулась, что с ней происходит? Ее вода обратно забьет. Если забьет слишком сильно, она отсюда высунулась. А вот это полукогруженный белок. Вот как молекулы и зависла в мембране. Вот это проникающий белок. Один его конец торчит на улицу, а второй – это опасно. А вот это полукогруженный белок. Как вы видите, он не пробил два слоя. Мембраны, он тут с одной стороны висит. Ну и, Володя, покажите, а где в полукогруженном белке должны стоять гидрофобные радикалы? Так, 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 так. Вы абсолютно правы. А вот она часть какие? Гидрофейная. Совершенно верно. Не надо, не надо. Спасибо. Я думаю, все уже и так и так. Итак, разобрались, как белки можно закрепить в мембране. А теперь, как они работают? Транспортные белки, мембранные, делятся на две группы. Белки-каналы и белки-насосы. Мы с вами здесь рассмотрим для начала частный случай одну из групп насосов. Через некоторое время вы увидите, почему это так называют. Но почему такое насос? Всем понятно? Ладно. Хорошо. Допустим, вот это у нас цитоплазма, то есть внутренняя коллекция клетки, а вот это у нас внешняя среда. У этого белка-насоса в нижней среде обращен активный центр, который умеет связываться с молекулами вот такого типа. Если в раскуре появляется вот такая молекула с определенными свойствами, но я здесь не могу выписывать формулы, работая просто со значками, разберете, что вот это такой тип молекулы. А вот это, допустим, такая же молекула и другая. А это же другая молеку. Вот этот активный центр притягивает именно такие молекулы. Притянули. Внимание, вспоминайте по списку, какие воздействия могут вызвать изменения конформации белков. Температура, температура, забрение, pH, активные химические вещества. Активные химические вещества. Для этого белка, вот эта молекула и есть активное химическое вещество, меняющее конформацию. Так, в связи в белке часть разорвалась, часть новая замкнулась, и форма молекулы изменилась. Как она изменилась? А эта молекула стала вот в такой форме. Разорвалась часть новых, рак старых сверей, замкнулась часть новых сверей. Вопрос, где теперь окажется вот эта молеку? Внутри. Ага, вот она. Как она попала внутрь клетки, несмотря на то, что фосклипиды ее не пропустили? Она пропустили. А ее протащила вот эта молекула толпы. Усилия, которые возникли при конформации, оказались достаточные, чтобы распихать фосклипидные молекулы. И вот этот белок, по-английски с такого типа белки, вот называться флипфлоп. Так, и флипфлопы просто перетащили внутрь клетки. А теперь, смотрите, рядом погруженный белок есть? Да. Есть. А это разлагающий фермент. И он катализирует один единственный тип процесса. Он умеет отрезать вот это молеку от вот этого белка. Как только этот фермент отрезал принесенную молекулу, что сделать флипфлоп? Вернулся к исходному. Может он поймать следующий такой молекул? Поймал, конфорнировал, а его сосед отрезал. И он опять вернулся к исходному. Это все за доли секунды происходит? Да. Производим за доли секунды. Такое количество этих событий происходит. Ребята, молекулярные процессы протекают с такими скоростями, которые нам с вами в большом мире, в общем-то, не снижены. Единственное условие, как я уже сказал, вот это срабатывание будет происходить, если клетка выделяет в этом месте энергию. То есть, очень грубо говоря, при повышении температуры. На каждый такой проход, так, крепко должна затратить пол зонами. И тогда прикол сразу. Вопрос. А может ли опять я молекулу оттаскать вот такие вещи вокруг? Нет. То есть, каждый блок-насос проводит сквозь мембрану только один теплический. Второй вопрос. А может ли этот же насос вытаскивать этим олёком из плетки? Наоборот, выбрасывать? Может. Может быть, считается. Нет. Нет. Ну, я же, конечно, другой. Так, 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 так. Актеризовать его. Что надо сделать с системой для того, чтобы она... Перевернуть. Перевернуть. Вот я себя взял вот так, перевернул. О, выгружённый у меня теперь вот здесь. А рабочий, конечно, вот здесь. То эта же система будет выгружать. То есть, если она на другом месте поставит? Да, конечно. Да, конечно. Продолжение следует...